Подростки, несмотря на непогоду, не спешат заканчивать работу. Здесь, в селе Башкултаево, хоккейную коробку строят своими руками. Среди активных участников Данил Муртазин. Хоккеем я давно занимаюсь. Папа меня поставил на коньки, дядя меня научил играть в хоккей. Вот, играем, каждый выходной приезжаем в деревню, играем вечерами. Место притяжения в поселке появилось по инициативе активных родителей. Они совместно собрались как-то в 2012 году и решили в центре села сделать хоккейную коробку. Собрали средства, нашли спонсора и сделали первую свою коробку небольшого формата. И началась в этом спортивная жизнь, в этом селе. Один житель приносил доски, другой гравий, третий взял на себя роль прораба и разнорабочего. Совместное занятие увлекло весь поселок. Первый раз, знаете, как хорошо это самое. Мы сами даже удивлялись. Лопаты приносили, как-то домой таскали, уносили. А потом говорим, это самое. Ну, каждый раз таскаться, это самое. Начали уже лопаты, скребки, тут начали оставлять. И так вот смотришь иногда, вот днем даже вот приходят некоторые, начинают снег убирать, чистят и обратно же лопатуют. Ничего не теряется, все это самое, вообще вот удивлены. Жители даже создали счет на содержание Башкултаевской ледовой арены. Однажды на него пришел платеж в размере тысячи рублей с пометкой «За сломанную лопату». Кто-то слишком усердно чистил лед, а затем возместил стоимость поломанного общего инвентаря. С течением времени интерес к хоккейной коробке только возрос. Совместно с ТОСом Башкултаевым подали на президентский грант и одержали победу в 2019 году. Дальше эта площадка уже стала центром притяжения. И проект не зря назывался именно «Точка притяжения» Перемского района. И, соответственно, ближайшие села начали приезжать в гости на хоккейную коробку, совместно проводить турниры соревнований по хоккею. Хоккейная команда из Башкултаева начала ездить на соревнования в другие города. Когда позвали к себе команду из Борды, а она не приехала из-за маленьких размеров игрового поля, вновь собрали всем селом и с помощью единомышленников расширили ледовую арену. Коробка у нас была маленькая, она, по-моему, была 18 на 12. Сейчас, в данный момент, коробку мы увеличили до 42 метров в длину, 22 в ширину. Сейчас планируют обустроить тепловую бытовку, электродное табло и аудиосистему. План кажется грандиозным и сложно выполнимым, но жители уверены, все получится. С того времени, как они задумали первую идею, в жизнь воплотили уже более 10 проектов. В том числе освещение всего поселка, содержание дорог и строительство Дома культуры. Как только вот Башкултаева приезжаем, сразу видели, наверное, заметили водонапорную башню. Башкултаева написано, это тоже по проекту. И на территории ДК поставили памятник учителям. Это у нас по проекту, по культурной мозаике фонд Кимченко. Кроме того, в Башкултаево планируют обустроить площадку для молодежи рядом с хоккейной коробкой. На ней будут качели и спортивная зона. Документы на грант готовят уже со знанием дела. А помогает им в этом и опыт Совета отцов приуполномоченном по правам ребенка. Хочу, чтобы другие тоже, в других территориях отцы это увидели и поняли, что очень много можно сделать для своих детей собственными силами, привлекая партнеров на своей территории. Поэтому давайте меньше слов, больше дела. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков опытным путем проверяет надежность сейф-пакета. Вскрыть незаметно его невозможно. Порядок наблюдения уполномоченного по правам человека и совместная работа по обеспечению законности и прозрачности выборов в этом году фиксируется в соглашении о взаимодействии с избирательной комиссией Пермского края. В ходе выборов уполномоченный по правам человека лично посещает избирательные участки, общается с членами избирательной комиссии и наблюдателями. Как вы оцениваете, на дому голосование проходило в рамках закона? Да, дому, да. Все было право. Ну, подробно расскажите, как вы приезжали? Приезжали, заходили домой, все в масках, перчатках, в площадках, в халатах. Это члены комиссии вы также были? Да, с нами был сотрудник полиции. Следят за законностью процедуры голосования и сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека. Все сотрудники аппарата уполномоченного прошли специальное обучение, и каждый получил задание. Мы разработали специальный лист наблюдения, и все сотрудники на избирательных участках, по месту своего жительства, в своем микрорайоне, сегодня наблюдают за тем, как идет процесс голосования, как работают избирательные комиссии. В последний день голосования уполномоченный по правам человека встречается с международным экспертом. Фридрих Карл Чапке побывал в Кунгуре и Кудымкаре, где смог оценить процедуру голосования. Это уже мой шестой раз в России, и сейчас я очень рада, что меня пригласили в регионы, и, как я уже говорил не раз, очень здорово, что в регионах соблюдаются такие же высокие стандарты. Павел Миков лично посещает 33 избирательных участка в 10 территориях Пермского края. В центре внимания омбудсмана как маленькие деревни со 150 избирателями в Коми-Пермятском округе, так и крупные города вроде Краевой столицы. Могу отметить, что все, что сегодня происходит на избирательных участках, соответствует самым высоким международным стандартам проведения и организации выборов. Жалоб от наблюдателей, от избирателей, каких-либо претензий к деятельности избирательных комиссий в мой адрес не поступало. Об этом и свидетельствуют и также результаты работы горячей линии, которая была организована в нашем аппарате. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА